добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут регина и вчера я была в леруа это торговый центр космопорт в городе самара к сожалению завоза орхидеечек нет ну вот стоят вот такие вот остатки не знаю когда их завезли может быть этот новый захват но может пару недель назад может их завезли потому что на завоз этой неделе это совсем не похоже ну хотя кто их знает вот стоит такая вторая зелененькая вот этот цвет очень красивый и вот сейчас я покажу вот эти орхидеечки совсем недолго что там есть там кстати стоят несколько дендрофаленопсисов и мельтоний а потом перейду к остальным цветам потому что давно я не снимала цветы давно не показывала другие растения в леруа кстати здесь очень интересные даже среди вот этого вот скудного выбора есть буквально пара орхидеечек очень интересные и я их вам покажу вот у этой орхидеечки кстати вот это ее свой натуральный такой цвет она на самом деле вот такого цвета как будто что-то цвета цвета розовый из серии куклы барби такая вот прелесть вот посмотрите вот это орхидеечка вот ее краешки и и лепестков такие вот оборванные впервые вижу такую беленькую орхидейку до этого я как-то встречала розовенькую по моему наподобие нее орхидеечку кстати вот такая вот вот стоят такие фаленопсисы и у меня сейчас такой фаленопсис тоже зацветает уже четыре цветочка распустились он у меня от ани румянцевый ее первый розыгрыш фаленопсисов и вот у этого белого фаленопсиса обратите внимание какая у него губа расцветка совершенно совершенно простая абсолютно простая но очень интересная губа у меня есть видео прекрасный фаленопсис из ашана у этого фаленопсиса тоже такая губа но у него расцветка другая у него а у этого фаленопсиса кстати вот даже как какой-то номерочек имеется название нет но имеется номерочек на горшочки и кстати ссылочка вот на видео прекрасном фаленопсисе сейчас всплывет в подсказках он у меня до сих пор цветет он совершенно никак не отреагировал на пересадку и цветет до сих пор просто чудесный фаленопсис вот дендрофаленопсис у этого дендрофаленопсиса буквально 4 до где-то 4 то ли максимум 5 бульбочек он единственный который вот с несколькими бульбочками стоит уже отцветает все остальные дендрофаленопсисы у них там буквально по 2 по 2 бульбочки вот они стоят они очень высоко стоят я этот достала с горе пополам но я уже не стала эти доставать потому что они отцветают и там такие же сиреневатые розоватые и белые дендрофаленопсисы стоят почему-то на этот раз все высокие цветы даже даже пальмочки ну те что мы называем пальмочками в простом языке они все поставлены наверх видимо чтобы не мешали наверное под ногами вот стоят несколько кустиков мельтонии ну тоже буквально по 2 бульбочки но зато 700 рублей там дальше кстати 2 3 кустика оставшиеся оставшихся мини я их дальше покажу ну а здесь вот посмотрите кстати вот меня спрашивали об очень высоких фаленопсисах в метр высотой вот вот из этой серии фаленопсисы они здоровые здоровенные сейчас постараюсь вот поставить на пол этот зелененький я я сама миниатюрных размеров и этот фаленопсис ну чуть пониже меня другие фаленопсисы даже вот есть там и и повыше ну огромные у них конечно прошу прощения у меня тут звенит телефон огромные у них цветоносы у этих фаленопсисов а вот этот фаленопсис кстати посмотрите какой какой интересной расцветки вот я сначала подумала что это на одном цветочке такой такие вот всполохи но это на всех цветах в принципе я его взяла только ради того чтобы показать его снять его белую губу ну относительно белую а тут и обратила внимание и на вот эти вот белые красивые края цветок очень крупный очень здесь вот я постаралась показать но не выходит а уже в упаковку я не стала совать руку вот тысячу рублей если бы если бы он был стандарт и продавался бы по цене стандарта я бы конечно его взяла очень необычную его расцветка красивый красивый гибрид впервые встречаю такой гибрид большой красивый ну а это это уже завезли пуансетти к праздникам уже во всю во все витает в воздухе приготовления витают к новому году поэтому в леруа подвинули все цветы все стеллажи все потеснили это и там сейчас продают все игрушки елочные всю эту красоту ну а здесь уже стараюсь показывать цены и растения что там продается я была и в ашане тоже но в ашане я не стала снимать видео обзор из ашана потому что в принципе там все то же самое кстати посмотрите какой огромный огромный просто гипиаструм у него здоровенные цветы в ашане все то же самое в основном продается есть правда хризантемки здесь валюра хризантем не было ваша есть хризантемки и фиалочек побольше здесь даже глакси не стоят ну все это старый завоз почему я не стал снимать обзор из ашана потому что это все уже отцвет практически все отцвело и и зрелище не особо симпатичное и поэтому я уже не стала скидок никаких нет но при мне правда наклеили скидочки на фаленопсисы но вы сами представляете в каком состоянии там уже эти фаленопсисы что на их на наклеили скидки и я даже поразилась тому что одни фаленопсисы за 150 рублей была уценка на них другие фаленопсисы 99 ну 100 рублей уценка ну конечно возникает сначала мысль что можно взять все за эти деньги но знаете уже уже столько этих реанимашек не хочу больше не не хочу вот они все сидят в этом кокосовом субстрате корней нет и даже за 99 рублей не захотела я там ничего брать тем более что в основном все белые стоит а у меня уже все что не зацветает вот и из уценок и все 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 зацветает как на зло белого цвета и нет бы расцветка губы была разная так нет абсолютно одинаковая расцветка вся бледно-желтенькая вот губа и я уже не стала я взяла взяла один фаленопсис он у меня даже как-то попадает в обзор в один из прошлых обзоров кажется ошановских вот там я его прям отдельно поднимают от куст и говорю что поражена такому с размерности длины не с размерности цветочков цветочки на нем совсем небольшие прям совсем не крупные цветочки и при этом такой здоровый огромный куст и и куча корешков но с тех пор его бедного не поливали он бедный в ужасном состоянии этот фаленопсис все листья толком без тургора все уже успели пожелтеть и до этого и потрескаться по по серединочке ну все это конечно от неправильного полива ну вот я его вчера взяла его я все-таки купила мне стало его жалко я надеялась на то что эти корешки я от пою и он придет в себя хороший большой кустик хотелось бы конечно чтобы все было нормально с ним я его покажу в конце видео и также я покажу когда я буду его пересаживать я хочу его на днях успеть пересадить потому что я кстати в том видео обзоре тоже говорю о том что там есть у него меня смутило только вот черненькое пятнышко посередине шейки у шейки листочек вот чернеет у корня и вот вот она меня смущает я вчера его немножко отодвинула вроде как бы ничего но под ним лист и этот лист тоже немножко темнеет ну в общем надо с этим разбираться а вот кстати вот эти минички остатки остатки от мини фаленопсисов в прошлый раз я как-то не в прошлый раз а ну в один из крайних забегов влюра я все держала в руках одну мячку хотела ее купить но так и не решилась и вот эту мячку я снова вот покрутила покрутила такая же стояла на базе юг я там ее все думала купить не купить но у нее были плохие корни если бы я купила ее принесла бы она бы сразу стала реанимашкой а вот у этой минички у нее хорошие корешочки принципе очень красивые антуриумы и вот на этот раз вот они некоторые лепестки вот посмотрите они какие-то пятнистые и мне вот интересно это такие новые гибриды с такими пятнышками или это по мере взросления или ну да или по мере старения цветочек приобретает эти пятнышки вот и здесь вот лепесток у антуриума тоже пятнистый очень красивый там снизу стоят большие кусты и антуриумов ну что ж ты будешь делать а вот звенит и звенит обычно я ставлю на беззвучный телефон когда снимаю снимаю аудио дорожку в этот раз забыла ну сейчас я перевела на беззвучный режим больше не будет этот звоночек нас волновать с потифилу мы тоже очень красивые но к сожалению отсвечивает цветочек это еще это при том что я снимаю без вспышки все равно цветочек отсвечивает ну большие антуриумы они конечно дороже вот этот антуриум совсем 1112 рублей стоит стоят красивые вреди и они там дальше будут мне там даже один цветочек понравился из этой серии вот 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 показывая их но это не вреди у этих цветов другое название я покажу по моему вот вот эти вот по вреди вот этот цветочек мне очень понравился такой очаровательный и в живую в живую он очень яркий яркий красный вот этот цвет потрясающий такой темно-темно вишневый цвет а это это были гузмании я вспомнила здесь кстати некоторые некоторые ценники стоят немножко не на своих местах или или цветы просто не те поставлены на эти ценники вот бамбук он наверху я бамбук тоже покажу также здесь если вы читаете название и цены смотрите можете увидеть там калахое но калахое вообще не было фикусы всякие разные у меня на этаже стоит такой фикус с большими листьями стоит разрастается как же они называются вот как начинают снимать видео так все название из головы вылетают рождественник еще его называют господи совсем вылетела из головы название ну в общем стоит 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 у меня два куста один старый очень старый а другой совсем молоденький в прошлом году вернее даже не в прошлом году а вот весной весной мне его подарили он разросся за лето и на нем сейчас несколько бутончиков будет первое цветение у этого цветочка а на большом на большом бутончиков побольше такой дорогой вот это растение которого до этого я показала амбельная нефролеписы аллоказии красивые аллоказии красивые у них большие листья очень благородные листья у аллоказий и и у колотей тоже я когда вижу аллоказии с колотеями у меня сразу возникает впечатление какого-то тропического леса сейчас я покажу бегонии на них было ужасно смотреть сейчас у многих испортится настроение от вида бедных бегоний потому что они засушены почему-то почему-то их не поливают может быть из-за этих приготовлений к новому году у них не хватает времени на цветы потому что практически все цветы не болитые дра цены совершенно разные вот они бедные бегонии бедные бедные бегонии ну а то продают вот налетай всего лишь 403 рубля стали кстати подписывать сорта бегоний на то раньше было без названий ну конечно это тоже может быть временным явлением сегодня надписан сорт завтра не написан но все равно равно интересно почитать как это бегония называется очень нравится мне кодиум и очень красиво растение вот здесь стоят высокие ну эти еще не такие высокие растения совсем высокие они стоят на самом верху постоянно забывала название вот этой хидеры вечно ее плющевидные называю хату штаны хидеры забываю но точно так же как забыла как называется рождественник а шлюмбергера наш бергера или еще вот у название есть даже не у нее а они все-таки делятся эти растения не разные и вот что-то такое у меня стоит на этаже ну здесь стоят суккуленты и полочки очень близко друг дружке расположены а вот эта полочка очень высоко для моего роста я туда уже не достаю я сейчас вот просто подняла телефон на всю высоту своих рук и стала снимать как говорится что что сняла как сняла так сняла но но оказывается что-то видно литопсики смешные на самом деле такие смешные растения очаровательные интересно как быстро не разрастаются а вот и суккулент стоит который похож на крокодильчик а вот он такой же еще один как будто с зубками стоит суккуленты в принципе относительно недорогие хотя вот эти вот по за 254 рубля это уже конечно ощутимая цена ну а эти вот 81 рубль 100 рублей вот такая вот цена у них в пределах сотни так много стали суккулентов завозить последнее время ну я обратила внимание что их хорошо берут очень многие любят суккуленты ну это насекомоядные там даже венери на мухоловка стоит кстати на этот раз дешевле чем обычно 331 рубль а обычно 400 с чем-то в районе 500 рублей они стоят я уже уже постепенно подхожу концу своего видео обзора сейчас я покажу тот фаленопсис который я купила в ашане который я сейчас отпаиваю бедненького с интервивом очень интересное растение да все растения интересные все все очаровательные вот он вот он мой фаленопсис цветочки у него должны быть маленькие розоватенькие полосатенькие с розовыми полосками ну надеюсь что нормально пойдет что выжили ты что вот это черное пятно там не будет никакой гнилью спасибо большое вам всем кто заглянул на мой канал за ваше внимание ваше вам всем спасибо и до новых встреч до новых видео а